Наш новый телекурс, который носит название «Занимательная эволюция». И в нем мы вам расскажем о классических современных представлениях эволюции животного мира на нашей планете. А сегодня мы расскажем о теориях, объясняющих происхождение жизни на Земле. Мы постараемся внести некоторую ясность в современные представления об этом событии, а также посмотрим, как изменялась жизнь, как изменялось видение этой проблемы на протяжении веков и тысячелетий. Но сначала необходимо дать определение того, что такое жизнь, и в чем отличие живого от неживого. В чем, в первую очередь, отличие живого от неживого? Ну, вопрос это достаточно такой философский, и, наверное, единственное кардинальное отличие живого от неживого – это, наверное, самовоспроизведение. То, что живые организмы могут самовоспроизводить себе подобные организмы. А неживые, естественно, это делать не могут? Неживые, соответственно, так не могут это делать. Они могут либо делиться по действиям химических реакций, или ядерных реакций, как-то видоизменяться, но самовоспроизводство не является неотъемлемой частью неживого. С другой стороны, жизнь можно рассмотреть с некоторой экологической точки зрения, потому что жизнь – это некая такая субстанция, которая очень сильно и очень, скажем так, значимо канализирует многие геохимические процессы на нашей планете. И, скажем, без участия жизни на нашей планете, наверное, многие геохимические процессы просто невозможны. Она как бы их делает наиболее энергетически значимым, грамотным и выгодным способом. Что нельзя добиться без участия таких всевозможных живых организмов или какого-то вообще жизни как таковой. Поэтому, значит, жизнь играет еще, кроме всего прочего, и очень большую экологическую роль. Нужно сказать, что в течение тысячелетий человечество пыталось ответить на вопрос о том, как появилась на свет жизнь. В разные времена давались различные объяснения этого феномена. Мы обратимся к наиболее значимым из этих теорий, которые правильнее было бы назвать, конечно, гипотезами. Потому что все-таки это гипотезы. Первая теория – так называемая теория стационарного состояния. Если следовать этой гипотезе, Земля существовала вечно, никогда не возникала, всегда была способна поддерживать жизнь, и любые изменения на ней являлись совершенно незначительными. Виды живых организмов тоже существовали всегда, и у любого вида были два пути или две возможности. Либо вымирание, либо изменение численности. Ну, понятно, что в наше время данная теория, в общем-то, не выдерживает никакой критики, и мы ее обсуждать, в общем-то, детально не будем. Вторая теория, которая пользовалась большой популярностью, можно так сказать, особенно в средние века, – это так называемая теория спонтанного зарождения. Но, нужно сказать, ее придерживался и Аристотель. Согласно ему, определенные частицы вещества несут в себе так называемые активные начала, способные в подходящих условиях создавать живой организм. Это начало, по мнению Аристотеля, можно было обнаружить в уплотворенном яйце, в гниющем мясе, а также можно было даже обнаружить и в тине, то есть в каких-то неживых объектах. Но, нужно сказать, что, однако, с приходом христианства, особенно в средние века, теория спонтанного зарождения, конечно, подвергалась большим, оказалась под гнетом церкви. Ее считали атрибутом колдовства и дьявольщины. Тем не менее, она продолжала существовать. На рубеже XVI-XVII веков Ван Гельмонт описал такой эксперимент, в котором в темный шкаф он поместил грязную рубашку, туда же поместил зерна пшеницы, и через некоторое время там появились мыши. И он сделал, в общем-то, довольно оригинальный вывод. Он сказал то, что из неживого, в данном случае из рубашки и зерна пшеницы, у нас появилась живая, то есть непосредственно, мыши, и активным началом в данном случае являлся человеческий пот. То есть вот такой вывод сделал Ван Гельмонт. Но, нужно сказать, что в конце XVII века итальянец Франческо Рейди в своем довольно простом эксперименте показал, что появление из неживого живого невозможно. И провел следующие эксперименты. Он взял, в общем-то, два горшка, куда поместил, собственно говоря, кусочки мяса. И один горшок он накрыл тряпочкой, а второй горшок оставил открытым. Через некоторое время в том горшке, который был открытым, заявились сначала личинки, а потом стали вылетать мухи. А тот горшок, который оказался под тряпочкой, никаких личинок там увидеть было невозможно. Но, тем не менее, сторонники этой теории, они, в общем-то, не умолкали. И следующий ученый, такой, которого зовут Лазарес Полонцани, тоже в своих оригинальных экспериментах пытался подтвердить, что зарождение живого и неживого невозможно. Но окончательную точку поставил Луи Пастер, который показал, что происхождение жизни только из предшествующей жизни. Но, правда, здесь, естественно, эта теория совершенно не объясняет происхождение первого живого организма. Да, то есть, если мы возьмем эти все теории, о которых вы сейчас рассказали, это, действительно, Аристотель играл очень большую роль в умозрениях из средних веков эпохи Возрождения. И недаром, в общем-то, наверное, был один из немногих ученых Древней Греции, который, в принципе, допускался католической церковью. И, соответственно, его теории были достаточно распространены. И поэтому неудивительно то, что вот этот принцип самозарождения, который, в том числе, описан не только у Аристотеля, но и у Аристотеля в том числе, он подвергался вот такому анализу ученых средневековья. И единственный, конечно, крупный, скажем так, просчет с точки зрения современных методов проведения биологического эксперимента был допущен этими учеными. То, что, во-первых, эксперимент ставился, естественно, не в стерильных условиях. То есть, понятно, что не изолировались те объекты, которые помещались куда-либо из внешней среды. От внешней среды. И второе, то, что было совершенно правильно сказано, это то, что в качестве объектов изучения и самих построения самого эксперимента используются уже изначально живые системы. То есть, либо мясо, либо зерно, либо даже тот же самый, допустим, пот человеческий. Это, опять-таки, продукты деятельности уже существующих живых систем. И поэтому они никак не могут объяснить сам факт зарождения, появления жизни. И поэтому, соответственно, в дальнейшем наука развивалась. И вот этот вопрос появления жизни, возникновения жизни, он продолжал в дальнейшем занимать ему ученых. И, как мы знаем, привел к появлению следующих гипотез. Да, вот как раз следующий гипотез или теория. Давайте все-таки будем называть их теориями. Потому что так они, в общем-то, в учебниках они описаны именно как теория. Хотя, с другой стороны, таких вот подтверждений они пока еще не находят. Потому что все мысли и суждения о происхождении жизни на нашей планете, они все-таки достаточно умозрительны. И, как мы сейчас увидим, в принципе, за последние столетия нельзя сказать, чтобы наука сильно продвинулась в понимании самого процесса происхождения. И вот сейчас мы уже переходим к обсуждению, скажем так, более научных гипотез, чем те, которые существовали в Средние века и в эпоху Возрождения. Но следующая гипотеза теории, так называемая теория биохимической эволюции. Ее также называют гипотеза опарина или гипотеза опарина Халдейна. Но я думаю, что они, в общем-то, слышали практически все, кто проходил в школе биологию. Потому что именно эта гипотеза обсуждается в школьном курсе биологии. Общей биологии. Общей биологии, да. И именно она подвергается сейчас наибольшей критике. Но таких вот явных теорий, которые могли бы противопоставить теории опарина Халдейна, сейчас практически не существует. То есть это, можно сказать, считается сейчас общепринятой теорией, несмотря на то, что, конечно, критику эта теория, особенно в классическом ее понимании, конечно же, не выдерживает. Итак, ну, прежде чем коснуться этой теории, конечно, хотелось бы коснуться о том, какой возраст Земли и что из себя представляла планета Земля в момент зарождения на ней жизни. Но возраст Земли составляет примерно 4,5-4 или 4,6 миллиардов лет. И в момент зарождения жизни атмосфера Земли была восстановительной. То есть в ней отсутствовал кислород, и, соответственно, процессы окисления были, соответственно, очень малораспространены, скажем так. Ну, нужно сказать, что первичная атмосфера как раз состояла преимущественно из аммиака, воды, которая находилась, как правило, в газообразном состоянии, также метана, окиси и двуокиси углерода. Ну, естественно, отсутствие кислорода придавало ей восстановительные свойства. И именно в таких условиях органические вещества могли синтезироваться в наибольшей степени. То есть вот сама по себе восстановительная атмосфера способствовала синтезу органических веществ из неорганических, которые имелись вот непосредственно на тот момент. И опарин полагал, что сложные вещества могли синтезироваться из более простых в условиях океана. Необходимая для этих реакций энергия, она приносила с помощью, используя энергию, солнечную радиацию, так как защитного озонного экрана при этом не существовало. Также синтез имел еще и в условиях грозовых разрядов. Но нужно сказать, что разнообразие появившихся в таком вот первичном океане или в океане простых соединений, большие масштабы времени, позволили предположить возможность накопления в этом океане так называемых органических соединений, образовавшие первичный бульон. Но что из себя представляют эти органические соединения? Это могут быть аминокислоты, которые затем каким-то образом образовывали белки. Это, в общем-то, могут быть какие-то углеводы, ну и, соответственно, липиды. То есть вся вот эта масса органических соединений могла накапливаться вот в этом первичном бульоне. Да, да, скорее она первоначально накапывалась в виде простых органических соединений, которые потом, в принципе, могли образовываться в какие-то макромолекулы. То есть такие, как белковые макромолекулы, состоящие именно кислот, или, соответственно, там, допустим, какие-то сахара, состоящие из большого количества мономеров. То есть этот процесс, естественно, тоже, по мнению, точнее, в рамках вот этой гипотезы, занимал достаточно длительное и протяженное время. То есть сначала накапливались какие-то мономерные единицы, там простые, в общем-то, их называют простые органические соединения, которые затем соединялись в макромолекулы. Соединялись в макромолекулы с образованием уже более сложных структур. Или их еще называют биологические полимеры. Но вот главные роли в этом процессе принадлежат белкам. Они образовали так называемые коллоидные гидрофильные комплексы с молекулами, окружающие их воды. Эти комплексы приводили к... Эти комплексы формировали своеобразные мицеллы. Слияние таких комплексов друг с другом приводило к их отделению от водной среды, что получило название консервации. Капли консерваты могли обмениться окружающей средой различными веществами. Также могли накапливать в себе различные вещества. Кроме этого, в зависимости от того, где они находились, то есть в каком месте первичного бульона они образовывались, они могли содержать те или иные вещества. Кроме этого, если в капли консервата попадали различные ионы металлов, в частности ионы железа, то в таком случае при соединении с белками они могли образовывать так называемые белки-ферменты, которые являются биологическими катализаторами, без которых, собственно говоря, никакой процесс, ни одна биохимическая реакция в живом организме, естественно, не пойдет. Кроме этого, опять-таки, в первичном бульоне могли образовываться нуклеиновые кислоты, то есть являющиеся аппаратом воспроизведения. Эти нуклеиновые кислоты могли также захватываться консерватными каплями, вот модели которых представлены у нас здесь. И уже все, то есть уже в этой консерватной капле находился аппарат воспроизведения, клетка, в общем-то, и эта капля уже способна была к самовоспроизведению. Кроме этого, на границе этих вот, можно сказать, что каких-то мицелл и водной среды образовывался липидный слой, что являлся, в общем-то, такой плазматической мембраной. Пробраз не только плазматической мембраны, но в современном виде. Да, прообраз плазматической мембраны, и тем самым уже ограничивал окончательно вот эту вот проклетку, да, вот, наверное, так лучше ее назвать, от окружающей среды. И таким образом создавалась некая порядочная структура, которая, вот по мнению Академика Апарина, уже включала в себя вот тут весь некий такой прообраз будущего клеточного строения. А как мы знаем, клетка является единицей жизни на нашей планете, и, соответственно, она является и по всей вероятности некой такой родоначальницей всех живых организмов. Все произошло на уровне возникновения одной клетки. Естественно, поняв саму природу возникновения вот этой первой клетки, соответственно, мы можем говорить о уже дальнейшем ее развитии и формировании уже других, в том числе и многоклеточных, но там и более сложных организмов. Но вот все-таки нужно отметить, что все гипотезы, это всего лишь то, что мы сейчас описали, это всего лишь навсего гипотеза. Гипотезы для того, чтобы стать теорией или учением, они должны быть проверены практикой. Естественно, что для того, чтобы вот эта гипотеза стала уже окончательно теорией и доказать критерий истины в данном случае, необходимо синтезировать эти самые консерватные капли и создать условия, которые имитировали, скажем так, условия жизни на нашей планете при возникновении, опять-таки, жизни, извиняюсь за тавтологию, и попытаться создать вот те самые условия, посмотреть, действительно ли вот эти теоретические выкладки могли сработать на практике. То есть, насколько все это возможно? Насколько все это действительно возможно? Действительно, это было сделано. Было сделано в 1953 году так называемым Стэнли Миллером, который сконструировал аппарат, и аппарат называется аппарат Миллера. В нем он смоделировал те условия, которые были на Земле, условия первичной атмосферы Земли, и действительно в этом аппарате появились органические соединения. Давайте обратим внимание на этот аппарат. Как мы здесь видим, что через смесь газов, моделирующие, еще раз хочу сказать, первичную атмосферу, пропускались мощные электроразряды. Это как мы здесь видим справа вверху. В результате удалось синтезировать, причем снизу мы видим колбы, в которых, опять-таки, была кипящая, постоянно кипящая вода. Вот в нижнем колене в результате этого воздействия удалось синтезировать ряд аминокислот, но в основном это были аланин и глицин, то есть это были довольно простые аминокислоты. Также удалось синтезировать аденин, рибозу и другие простые, еще раз хочу подчеркнуть, простые сахара. То есть, используя вот этот вот аппарат, можно было синтезировать довольно простые органические соединения, которые являются мономерами. То есть, эксперименты, проведенные в этом аппарате, при помощи, точнее, этого аппарата, доказывали, что из неживого, то есть из неорганических каких-то веществ, при определенных условиях, то есть при температуре, соответственно, электрических разрядах, осуществлении каких-то других параметров среды, возможно, создание уже органических молекул, органические молекулы уже являются неким признаком жизни. То есть, в той, в общем-то, атмосфере, которая была тогда и на Земле, то есть в те времена действительно возможно было образование органических молекул. Но при этом нужно сказать, что большинство потом стали подтверждать, или другие ученые стали делать такие приборы, подобные прибору Миллера, стали, в общем-то, копировать его опыты. Многие опыты были неудачными, но в ряде опытов даже получились, в общем-то, полипептиды. То есть пептидики, довольно короткие пептиды, которые состояли из небольшого набора аминокислот. Но, тем не менее, вот такие вот результаты были показаны. Но что нужно здесь отметить сразу? Что, во-первых, конечно же, в этом приборе появились, синтезировались в основном простые органические соединения. То есть никаких там, допустим, макромолекулах или соединениях, которые содержали большое количество вот этих мономерных единиц, конечно же, речи не шло. И вот сразу возникала первая критика гипотезы опарина, что да, образовались органические соединения, но что с этими органическими соединениями было дальше, если они не могли образовывать именно макросоединения? Да, и тут еще нужно сказать, что органические соединения, они по своей сути, конечно, входят в состав, скажем так, элементов жизни, то есть состав живых существ. Но, с другой стороны, не являются, скажем так, обязательным, не то что обязательным условием, а то, что органические не могут сами по себе существовать, не образуя жизнь как таковую. И плюс к этому, как мы знаем, все-таки органические вещества, входящие в состав живых организмов, они отличаются от просто органических веществ. И этому есть своеобразное название, это так называемая хиральная частота. То есть то, что в состав биологических полипептидных или других сложных органических веществ входят простые органические вещества, но обалдающие совершенно определенными свойствами. Так, вот как раз мы хотим коснуться, что называется, такого явления, которое у нас есть в названии оптической изомерии. Давайте как раз посмотрим вот на этом примере. Но нужно сказать, что это, во-первых, химически идентичные вещества, которые различаются физическими свойствами, а именно оптической активностью. При прохождении через кристаллы или раствора этих веществ луча поляризованного света, он отклоняется по-разному. В зависимости от направления отклонений, эти вещества называются либо лево, либо право вращающими. Растворы смеси и смесь этих изомеров, так называемая рацимическая смесь, в которых представлены оба оптических изомера, они являются оптически неактивными, то есть они никуда не отклоняют этот вот луч. Но нужно сказать, что явление оптической активности связано, в первую очередь, с зеркальной симметрой. Если написать структурную форму любой аминокислоты, а затем, например, аланина, а рядом тоже запись в зеркальной симметрии, как мы здесь видим, то это и будут оптические изомеры аланина. Химически они, конечно же, абсолютно идентичны, но тем не менее обладают разной оптической активностью, отклоняют луч поляризованного света либо вправо, либо влево. Надо сказать, что химическими методами эти два изомера разделить невозможно. Естественно, при органическом, в условиях опытов Миллера появлялись и Д, и Эль-изомеры. Да, они как бы появлялись в смеси изомеров. Надо сказать, что в живых организмах, вот то, о чем мы говорили чуть немножко раньше, присутствует наземная хиральная частота, то есть в молекулах присутствует либо один вид изомеров, либо другой вид изомеров, то есть оптически чистые молекулы. Ну, например, что все белки состоят, основно состоят из L-аминокислот, а в то время как, допустим, в нуклеиновых кислотах входит обязательно D-сахара, то есть рибоза или дезоксирибоза. То есть вот это, собственно говоря, никак не могла объяснить гипотеза опарина Халдейна. Да, поэтому получается, что значит, те макромолекулы, которые даже могли синтезироваться в аппарате Миллера, они все равно не были оптически чистыми, и поэтому они не могли участвовать в создании непосредственно молекул, уже относящихся к живым существам. Нет, вопрос не в этом, не могли участвовать. А как они могли участвовать в создании? Да, это даже правильно. Или как их можно было бы разделить таким образом, чтобы они соответствовали живым молекулам при помощи, допустим, тех же самых химических реакций и химического разделения. Второй вопрос, который сразу же возникает, это вопрос о том, как из органических соединений могла появиться целая клетка. Даже такая примитивная, как клетка прокариот, например, бактериальная клетка, потому что большая пропасть от органических молекул до клетки. Да, или, соответственно, такая сложная последовательность нуклеотидов, как, допустим, нуклеотиды, входящие в состав ДНК. И, соответственно, если объяснять это только методом проб и ошибок, то даже существует замечательное по этому поводу сравнение, что для того, чтобы образовалась такая макромолекула, из простых соединений должна была быть сброшена коробка с типографским шрифтом с высоты небоскреба, и вот сколько раз нужно сбросить, чтобы она в конечном итоге сложилась, допустим, в 105-ю страницу романа Толстого «Война и мир». Получается, что вероятность вот этого совпадения, что она сложится в 105-ю страницу романа Толстого, длительность повторения таких опытов намного превышает даже возраст Вселенной. То есть эта вероятность довольно низка, абсолютно низка, можно так сказать. Поэтому, если анализировать с позиции вот такого абиогенеза, то есть с позиции возникновения жизни из неживых структур, и вот используя такие вот случайные какие-то совпадения, которые могли привести к формированию жизни, то тут, в общем, волей-неволей приходишь к выводу о некотором акте творения. И, соответственно, тогда, в принципе, при наличии вот такого большого набора простых веществ, вот только акт творения может объяснить такой божественный перст, соответственно, спустился и, наконец-то, создал вот какую-то сложную биологическую уже живую макромолекулу. Из органических соединений. Да, из имеющихся органических соединений, представляющих в себя какой-то первичный органический бульон. Да, из первичного бульона. Ну, вот, в принципе, эта теория действительно подвергается довольно большой критике, но мы будем говорить несколько позже о том, что теория о паре на Халдене, конечно же, в классическом варианте о том, о чем мы говорили, довольно подвергается критике, но, тем не менее, она дала для появления новых гипотез и довольно, в общем-то, более-менее правдоподобных. Да, и вот следующая гипотеза, которая, в общем-то, возникла и которая, в общем, очень многие придерживаются именно этой гипотезы, это гипотеза панспермии. То есть гипотеза, которая, скажем, она, с одной стороны, является альтернативной по мнению ряда авторов, с другой стороны, она, по мнению других исследователей, является всего лишь навсего некоторым уходом от сути решения самой проблемы возникновения жизни. Так, ну что из себя представляет эта гипотеза? Но, можно сказать, что данная теория не предлагает никакого механизма возникновения жизни, просто выдвигает постулат о ее внеземном происхождении. утверждается, что жизнь могла возникнуть неоднократно в различное время и в разных местах Вселенной. Но, в общем-то, эта гипотеза сейчас эта гипотеза подтверждается изучением, допустим, различных метеоритных материалов, и действительно при изучении, например, метеоритных материалов были обнаружены некоторые вещества предшественников живого, ну, а также структура, похожая на простейшие микроорганизмы. Но об этом будем говорить несколько позже. На некоторых метеоритах были также обнаружены и различные бактерии, и цианобактерии. Давайте обратим внимание на этот рисунок. Здесь как раз иллюстрация этой теории. Здесь изображена некоторая поверхность метеорита упавшего, на котором заселены достаточно большим количеством простейших организмов, и вот этот метеорит падает на землю, и в результате, соответственно, заражает, ну, в данном случае слово «заражает», мы берем, естественно, в кавычках, заражает поверхность Земли спорами жизни. И в дальнейшем уже из вот этих первичных составляющих элементов жизни, из, допустим, самых простейших составляющих социанобактерий, формируется уже, путем уже эволюционных изменений, формируется вся живая оболочка нашей планеты и, соответственно, более сложные формы жизни. Ну, нужно здесь отметить, что, опять-таки, она не дает ответа на то, как возникли первые живые организмы, даже как появились клетки, но... Поэтому теорию панспермения считают не ответом на вопрос, как появилась жизнь, а всего лишь навсего уходом от этой проблемы и, скажем так, простым уходом, что на Земле жизнь сама не возникала, а всего лишь навсего она занесена из космоса. То есть, если мы будем говорить о Земле, да, в данном случае, в данном конкретном случае, то жизнь на Земле была занесена из космоса. А как она появилась в космосе, ну, в данном случае уже... В данном случае это уже вопрос десятый. Хотя, с другой стороны, скажем, такое логическое развитие самой концепции панспермии, оно говорит о том, что жизнь является неким имманентным, то есть неотъемлемым свойством Вселенной. И она точно так же неправомерен вопрос, например, как произошла гравитация, так и неправомерен вопрос и откуда взялась жизнь. То есть, это некоторые свойства, которые изначально присущи данной системе. То есть, для Вселенной присуща жизнь. И тогда вопрос о возникновении жизни уже просто не поднимается, потому что мы же не спрашиваем, откуда взялась гравитация. Гравитация всегда существовала. Вот. И поэтому, соответственно, это точно так же, как все физические законы, они существуют. И они ниоткуда не берутся, потому что они существуют всегда. Точно так же, по мнению ряда авторов, и жизнь является вот такой неотъемлемой, эманентной частью Вселенной. И, соответственно, вопрос о ее происхождении, он, в общем-то, ну, скажем так, неправомочен. То есть, это вот одно такое из ответвления гипотез панспермии. Кстати говоря, достаточно интересно, что это вот явление панспермии, очень многие исследователи, скажем так, достаточно спекулятивно к нему относятся. и часто, например, именно вмешательством, скажем так, некоторых инопланетных или там каких-либо других, значит, не ясно каких, но в большей степени, конечно, инопланетных каких-то существ или еще кого-то, объясняют многие эволюционные взрывы на нашей планете. То есть, допустим, появление каких-то новых структур живых организмов, они объясняют тем, что с этим прилетают, допустим, пришельцы и делают какие-то инъекции, и, соответственно, получается вот такой эволюционный взрыв. То есть, мы говорим здесь об НЛО, да? Ну, грубо говоря, да, говорим об НЛО и получается такая теория, ну, естественно, в данном случае немножко упрощаю всю эту систему, но существует теория, так называемая последовательной панспермии, то есть, неоднократного появления каких-то живых организмов на нашей планете из космоса, а некоторого последовательного, неоднократного появления этих организмов, которые, в общем-то, и влияли существенным образом на эволюцию жизни на нашем планете. Ну, в частности, допустим, известный кембрийский взрыв разнообразия жизненных форм на нашей планете объясняется, опять-таки, приносом, вот опять-таки, очередной порцией какого-то инопланетного, скажем так, какого-то катализатора, который вызвал вот эту вот удивительную скелетную эволюцию, о которой мы будем говорить в одной из наших следующих лекций. То есть, в данном случае, вы говорите, что в определенное время к нам прилетали пришельцы из космоса, которые приносили с собой различные, так скажем, живые организмы и расселяли их здесь. Совершенно верно. Ну, кстати говоря, это же достаточно известное. Что-то у них получалось, что-то у них не получалось, соответственно. Да, и вот одна из известных очень гипотез, которая также говорит о том, что человек тоже является продуктом некого такого генетического эксперимента на нашей планете, и, скажем, поэтому мы так, в общем, достаточно сильно отличаемся от наших обезьяноподобных предков. То есть, фактически, нас завезли позже? Нет, не нас завезли позже. Здесь немножко другое, так сказать, ответвление вот этой мысли о том, что на основе уже существующих на нашей планете каких-то, опять, как я говорю, обезьяноподобных предков был проведен некий генетический эксперимент, и в результате появился человек. Но об этом мы с вами тоже поговорим чуть позже, когда будем... А это опять делали пришельцы? Ну, например, пришельцы, да. Но это, соответственно, уже тема нашего одной из будущих лекций, когда мы будем говорить об антропогенезе. Но вот, несмотря на это, при исследовании вещества метеоритов было показано, вот как я уже говорила, о том, что действительно на метеоритах находились различные бактерии, цианы бактерии. Вот в частности, вот предо мной лежит статья, где показано, что падение так называемых андритом и черсон и проведенное исследование в электронном сканирующем микроскопе метеоритного материала показало, что в составе его минеральной матрицы довольно часто встречаются микроскопические структуры, которые в достаточной степени вероятности могли принять, были приняты за литифицированные остатки кокоидных бактерий типа современной цианы бактерии. То есть вот фактически в метеоритном веществе нашли фотосинтезирующие бактерии. Можно наблюдать и общий вид макроколоний и сколы, на которых видны более или мелкие микроколонии и отдельные клетки. Ну, здесь, в общем-то, кроме этого, на этом же хондрите также, собственно говоря, были обнаружены и в некоторых случаях также сохранились детали клеточного строения, ветвились, и вот эти вот клетки имели сходство с грибными мицелями или с актиномицетами. Актиномицеты это довольно специфическая группа бактерий, но они также относятся к прокариотам. То есть, в принципе, в метеоритном веществе довольно много действительно разнообразных микроорганизмов, относящихся, ну, в частности, вот как к прокариотам, так вот, если здесь имелись клетки, имеющие сходство с грибными мицелями, что даже какие-то и критические представители. Ну, а сейчас, в общем-то, это тоже подвергается довольно сильной критике в связи с тем, что непонятно, доставлено это было метеоритное вещество из космоса или же, в общем-то, заражение произошло на Земле. Да, потому что много, большое количество метеоритного вещества, которое, допустим, находится на нашей планете, оно, естественно, сразу заражается, скажем, жизнью, которая существует на нашей планете, поэтому, например, она особенно ценится метеориты, вот для исследователей, которые пытаются найти следы жизни в метеоритах, особенно, те метеориты, которые доставлены, скажем, из наиболее чистых зон на нашей планете, а наиболее чистых в данном случае, где жизнь, если и присутствует, то, скажем, в ограниченном каком-то количестве. То есть, наиболее чистые зоны? В данном случае, таким является Антарктида, естественно, где низкая температура и во всем многообразии жизнь проявиться не может. И вот метеориты, доставленные из Антарктиды, они считаются наиболее перспективными в плане поиска каких-то следов инопланетной жизни и действительно находятся эти остатки якобы инопланетной жизни. Но совершенно четко, на 100%, быть уверенными, что это следы инопланетной жизни, они являются действительно то, о чем говорится, а не следствием того, что метеорит соприкоснулся с биосферой Земли и заразился. Опять-таки, мы говорим, что заразился в данном случае в кавычках. Пока вот это говорится стопроцентной уверенностью достаточно сложно. Поэтому теория панспермии мы также относим как гипотеза панспермии, но тем не менее, она тоже подвергается, как вы видели только что, критике, но тем не менее, это еще одна из теорий, которая, в общем-то, предлагает свое видение происхождения первого живого организма на нашей планете. Следующая теория, ну, можно сказать, что, в общем-то, наверное, выходец из классического биогенеза, который был предложен опарином, это так называемая теория самоорганизующей системы. Да, это одна из, скажем так, развивающихся в последние 20-30 лет теория самоорганизующих систем, которая явилась следствием работ одного из выдающихся физиков 20-го столетия Пригожина, который произвел революцию в современной науке, создав теорию так называемой неравновесной термодинамики, и в рамках вот этой теории неравновесной термодинамики были предложены ряд концепций возникновения жизни на нашей планете, которые, в общем-то, с некоторыми, естественно, оговорками, но тоже могут быть приняты, рассмотрены, и которые, наверное, достаточно много что объясняют. Концепции этой эволюции и развития так называемых уже не каких-то отдельных макромолекул, как было, допустим, в работах Миллера или в работах Опарина, а в качестве основок некоторой единицы жизни были взяты химические циклы, циклы химических реакций. Ну, в простейшем виде это выглядит как из субстрата, из, вот, если мы сейчас посмотрим на слайд, то в самом верху изображен простейший химический цикл, когда из некого вещества С из субстрата, при воздействии какого катализатора Е получается некий продукт, которого мы обозначим буквой П. Это простейший химический цикл, и в данном случае катализатор играет роль для того, чтобы получить из субстрата какой-то определенный значит продукт. Если этот цикл усложнять, то получится известный и в биохимии, и в ядерной физике циклы, которые, конечно, отличаются по своей природе, но суть их одна и та же. Это при помощи набора ферментов, набора катализаторов или набора привнесения энергии из молекулы, начнее, из каких-то углеродистых соединений формируются новые вещества и при этом соответственно эти реакции ферментативны. То есть вещества с меньшим содержанием энергии. Совершенно верно. то есть вещества с меньшим содержанием энергии и эти элементы этого цикла происходят под действием различных катализаторов. В данном случае, если мы рассмотрим цикл Крепса, то это под действием ферментов, когда происходит выделение водорода и углекислого газа из двухатонной молекулы уксусной кислоты. И следующим этапом, которые изображены внизу, это каталитические циклы, когда вещество, которое является компонентом этого цикла, будет само катализировать получение последующего вещества из субстрата. То есть таким образом уже нет надобности какого-то дополнительного фермента, который поступает извне, а вещество само является катализатором. И уже последний этап это гиперциклы так называемые, когда вещество катализирует не только соответственно то, что получится в результате химической реакции, но также и катализирует, то есть у нее происходит автокатализ, она участвует в каталитической реакции происхождения получения самого себя. То есть она в данном случае вещество будет регулировать не только последующую стадию цикла, но и предыдущую. То есть она будет автокаталитична. Таким образом автокаталитические циклы уже представляют у себя прообразы некоторой живой системы, потому что они могут быть очень разветвленными, многочленными, так как мы видим, что к ним могут приключаться другие циклы, и таким образом цикл будет все разрастаться и разрастаться. И с другой стороны все эти циклы попадают в путь действия, если они находятся в условиях ограниченного ресурса, то есть когда непосредственно субстрат находится в некотором ограничении, то тогда такие гиперциклы могут вступать в настоящую конкуренцию, то есть над ними начинают действовать те факторы, которые мы привыкли называть естественным отбором. То есть будет происходить отбор гиперциклов на их успешность преобразования вещества, и они вступают между собой в конкуренцию. Дело в том, что естественный отбор это единственный способ, который понятен нам получения новой информации, и то, что удалось доказать, что такие гиперхимические гиперциклы начинают конкурировать и вступать на них, начиная действовать естественный отбор уже говорит о том, что, соответственно, мы имеем дело с какими-то системами уже очень близкими к живому. И в дальнейшем, значит, вот эта гипотеза была предложена Эйгеном в 83-м году, и, соответственно, как по выражению самого исследователя, в дальнейшем вот это конкурирующие гиперциклы могут, соответственно, отмирать и уступать место уже более сложно устроенным системам, которые, в общем-то, уже являются по сути прообразами клетки. Но вот интересно, можно ли считать вот эту теорию подтверждением теории опарина в некотором смысле? В некотором смысле и да, и нет. Потому что, если мы будем говорить о теории Миллера и теории опарина, это способ приведения скажем, к химии и к биологии. То есть, когда химические взаимодействия приводятся к биологии. А работа Эггена в рамках неравноместной термодинамики Пригожина это скорее сведение биофизики и, в смысле, физики и химии к биологии. То есть, применение к химическим и физическим системам, скажем, биологических подходов. То есть, скажем, это, если вставить вопрос похоже это или нет, то да, похоже, но только со знаком наоборот. Нет, я имела в виду здесь вот следующее. То есть, существовали какие-то органические молекулы, допустим, первичные органические молекулы, которые затем как-то смогли самоорганизоваться вот этот цикл. Химически, да, совершенно верно. В этом плане, да. То есть, в данном случае, если... А это как раз вот эти циклы являются вот первичным, так скажем, из чего может впоследствии что-то построиться. Да, и абсолютно правы. И есть еще одна, скажем так, подспудная, такая невидимая на поверхности, может быть, глубокая мысль вот этой теории роли гиперциклов в эволюции жизни нашей планеты в том, что здесь рассматривается не только как бы жизнь, как появление некого одного существа, а сразу рассматривается то, что появляется не одно существо, или там одна клетка, одна какая-то биологическая молекула, а сразу появляется некий круговорот. То есть, таким образом, жизнь возникает не в виде одного организма, а жизнь возникает сразу в виде целой экосистемы. То есть, невозможно появление жизни как некого одного индивидуума. Но в данном случае экосистема будет служить вот этот цикл, гиперцикл. В данном случае экосистемой будет служить встроенный вот этот гиперцикл в некие геохимические процессы, которые происходят на планете. Потому что, естественно, что планета, в данном случае Земля, она тоже обладает набором внутренних и внешних циклов. Потому что, как любое нагрет тело Земля, будет нагреваться центральным светилом. И между, на ее поверхности будет возникать некий такой глобальный геохимический цикл, который будет, соответственно, переносить вещество и энергию. И вот возникает некий такой глобальный геохимический круговорот, который в стародавние времена, когда планета только начинала свое существование, но являлась по сей вероятностью неким прообразом биосферы. В рамках вот этого геохимического цикла, естественно, возникали более мелкие геохимические циклы, которые по-своему являлись прообразом будущих экосистем. И вот эти более мелкие геохимические циклы, между ними тоже возникала некоторая конкуренция, скажем, за большую эффективность. И вот эта большая эффективность, она выражалась в чем? Во-первых, в стабильности этого цикла, и во-вторых, в том объеме вещества энергии, которые переносятся в рамках этого геохимического цикла. И выигрывали те циклы, которые были более стабильны, которые могли запасти энергию внутри себя, таким образом, чтобы ее расходовать, запустить в световую фазу, то есть, когда поверхность освещается солнцем, и расходовать в темную фазу, когда нету солнца. И, соответственно, это давало некоторое такое селективное преимущество. И, с другой стороны, точно такое селективное преимущество давало включение в этот геохимический цикл циклы углерода. В данном случае те самые гиперциклы, которые делали вот эти геохимические круговороты более стабильными. И, вот, глобальный вывод, очень важный для понимания возникновения жизни нашей планеты, заключается в том, что, по всей вероятности, вот, включение вот этих гиперциклов в геохимические круговороты является достаточно древним событием. И, по всей вероятности, по всей вероятности, его можно сравнить, скажем так, по своей длительности, по возникновению, наверное, самые ранние этапы формирования Земли. И поэтому можем говорить, что, скорее всего, жизнь на нашей планете, как это не парадоксально звучит, зародилась раньше, чем появились сами формы жизни. То есть, вот эти самые гиперциклы, они являются уже, в принципе, жизнью, но, как таковых, индивидуумов жизни еще нет. Поэтому возникновение жизни предшествует самому появлению живых существ. То есть, сначала появилась жизнь, а потом появились живые организмы. Живые организмы, которые, собственно говоря, уже конкретизировали эту жизнь и развили вот саму роль, точнее, скажем, развили, а более усложнили, сделали более эффективную роль в той жизни в геохимическом круговороте планеты. И с этой точки зрения можно рассматривать как бы эволюцию нашей планеты как эволюцию жизненной. В принципе, как таковой. Потому что наша планета, скажем, по часам, которые просчитали, скажем, ученые как жизнь, приблизительно сравнима по возрасту с самим временем существования нашей планеты. Таким образом, мы сегодня вам рассказали о различных теориях, которые сейчас существуют и объясняют происхождение жизни на нашей планете. В следующей передаче мы вам расскажем о том, какие были и что из себя представляли первые живые организмы. А сегодня мы хотели бы с вами уже попрощаться. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. До свидания.